То, что связано с пророком, предтечей, крестителем Иоанном, свидетельствует всем нам, часто теряющим веру, под натиском жизненных обстоятельств, под натиском современной псевдокультуры, сложившихся новых обычаев, да или мало ли по каким другим причинам. Мы теряем веру, может быть, еще и потому, что мы не имеем сильных свидетельств о том, что вера действительно преобразует человеческую жизнь. Но не имеем таких свидетельств не потому, что их нет, а потому, что мы недостойны их видеть по своему маловерию и по окамененному нечувствию нашему. Память о пророке, предтече, крестителе Иоанне, который действительно появился вне всякой логики и законов бытия, который и жил так, как никто другой не жил. Ушел в пустыню, отказался от всякой обычной пищи, питался какими-то насекомыми и медом от диких пчел. Но попробуй, проживи на таком рационе. А ведь он не только прожил, он достойно прожил, до конца дней осуществив свою миссию быть предтечей Господа и Спасителя нашего. Вспоминая рождение святаго пророка и предтечи, крестителя Иоанна, вспоминая его жизненный путь, вспоминая многие чудеса, которые в нем были явлены, мы должны укрепляться в своей вере. Ведь нам тоже иногда кажется, что все то, что вокруг нас происходит, ну как-то уж очень не соответствует нашим религиозным убеждениям. Как-то все принадлежит некому иному миру, тому сильному миру, технически, научно оснащенному, которому не смеют противоречить даже самые сильные и мудрые. Да и мы не противоречим, кроме одного, если этот мир призывает нас отказаться от Бога и от Спасителя. Вот здесь мы будем юродивыми для мира, то есть безумными для мира, но будем верными учениками Господа и Спасителя. Верными, как был верен Богу пророк, предтечий креститель Иоанн, так же почитаем им безумно. Как верными были святые мученики и исповедники, совсем недавно жизнь свою отдавшими за Господа и Спасителя нашего. И да поможет нам Господь, в том числе и призывая молитвенную помощь и пророка, предтечий креститель Иоанна, сохранять веру при любых обстоятельствах. Сохранять благочестие при любых обстоятельствах. Если нужно идти против течения, но никогда не предавать того, кто ради нас принял страдания и смерть, даруя нам спасение и жизнь вечную.